Доброго здоровья всем любителям баскетбола желает телеканал Беларусь 5 и с огромным удовольствием приглашает сюда под своды Минск арены, где через несколько минут стартует очередная игра розыгрыша единой лиги ВТБ сезона 15-16 годов. Наш чемпион команда от Смоки Минск принимает грузинского представителя, новичка этой лиги, команду Вита из Тбилиси. Меня зовут Алексей Пынтиков, ближайшие полтора часа мы проведем вместе с вами. Наши гости, команда из Тбилиси, 10 матчей в лиге ВТБ сыграла, ни одной победы Вита не одержала, наиболее близки к этой самой победе команда была в двух играх, посражалась 1 ноября дома против локомотива Кубани, проиграли 13 очков. 15 ноября в Красноярске 10 очков проиграли Енисию. Все остальное это разгромы, причем разгромы в большинстве своем очень неприятные. Команда собрана из ведущих грузинских баскетболистов, замечу, из ведущих баскетболистов, выступавших во внутреннем национальном чемпионате. Плюс добавлялись несколько молодых легионеров. Почему добавлялись? Да дело в том, что несколько звезд, которые тянули за собой команду Вита, уже, к сожалению, этот коллектив покинули. Пара американцев, Дариус Картер, Ралстон Тернер и украинец Александр Липовой, которые почти 40 очков втроем набирали, их уже в коллективе нет. Павел Эдмундович Гоги на ваших экранах, главный тренер команды Вита из Тбилиси. Личность интересная, личность довольно известная, личность любопытная, в том числе и для меня лично, поскольку не так давно, всего 18 лет назад, под его руководством довелось поиграть за Екатеринбургский СКА Урал. И такое очень своеобразное впечатление он о себе оставил. Молодой, амбициозный наставник, проповедующий очень быстрый баскетбол, человек, фанатирующий этим самым баскетболом 24 часа в сутки. И это Игорь Александрович Грищук, главный тренер нашей команды, команда, которая пока на домашней арене в Лиге ВТБ этого сезона побед не одерживалась, не одерживала. И вот ждем от нашей команды победы в сегодняшней встрече. Гаррельштуд, наш американский центровой, восстановление которого проходит ускоренными темпами, проходит неплохо. Каждый день, наблюдая я его у нас в спорткомплексе на Уральской, парень отчаянно работает, старается. И, ну вот, вот, скоро должен вернуться уже на площадку, пока он поддерживает наших в цивильной одежде. Но еще раз повторюсь, возвращение его не за горами. Дал я возможность судей-информатору Вячеславу Ротному выдать в эфир стартовый состав грузинской команды. В принципе, в нем нет ничего необычного. В розыгрыше 15 номер Пьерри и Хенри, единственный американец, оставшийся в составе. Помогает ему 8-й Мираб Бакалишвили и Ираклий Члоидзе, номер 5-й. Три маленьких действует команда Павла Гоги. На позиции тяжелого форварда Иосиф Бибелури, 14-й. И под 20-м номером на позиции центрового. Украинский легионер, 218 сантиметров в нем, Константин Аникиенко. Что касается наших, Бран Камиркович, 10-й. В розыгрыше ему помогает 41-й Александр Кудрявцев, Энтони Хиллиард, нулевой легкий форвард. И пара больших, третий Иван Мараш, 15-й Александр Семенюк. Три орбитров, наверное, нужно представить. Антон Махлин, Алексей Чудин, два россиянина, плюс Мартин Сказловский. Латвиец, комиссионер, комиссар этой встречи Генрих Бекиш. Наш земля, он из Гродно. Стартовое выбрасывание выигрывает наша команда и наша же атака. Говорил я о том, что грузины пока ни одной победы не одержали в этом турнире. Несколько игр было сыграно, скажем так, принципиально другим составом. Троицу покинувших коллектив, я вам уже называл, не лучшие времена переживает команда из столицы Тбилиси, которая в своей истории пережила несколько смертей и возрождений, если можно такое определение применять коллективу. Но последнее из возрождений случилось накануне нынешнего сезона. Как раз для участия в Лиге ВТБ были получены руководством гарантии от Тбилисской команды. И вот она сейчас в деле. Насколько удачным будет дебют для грузинского баскетбола в этом турнире узнаем. О окончании сезона пока же очень не хочется, чтобы первая победа Виты была одержана в сегодняшнем противостоянии. Пока на табло нули обменялись неточными атаками команда, Александр Кудрявцев быстро переводит мяч в зону соперника. Саша Семенев на периметре Энтони Хилиардо. После финского выезжа, куда наши отправлялись на стыки ноября и декабря, чтобы провести две встречи. Наши в неплохом расположении духа вернулись. Пускай и такой 50% результат показали. В Лиге ВТБ бизонам проиграли. Проиграли обидно в концовке. В розыгрыше Кубка Фиба Европы одержали победу над Катай и Баскет. Заняли первое место в своей группе. Это место дало нам возможность получить на втором этапе группу, но на скидку чуть послабее, нежели ту, куда попала со второй позиции Катай. По Кубке Фиба Европы, я думаю, мы поговорим чуть позже, будет у нас возможность. Пока у нас Лига ВТБ, пока 4-2 мы проигрываем, пока Бран Камиркович перехватывает у Перри и Хенри мяч и сравнивает счет. Молодой американец улыбается. 22 года ему всего капитан. Он вид и на данный момент в университете Шарлотт. Он отучился, приехал сюда за 10 игр в Лиге ВТБ. Почти 14 очков набирал. И, внимание, при своем росте, 1,93 м, 6,5 подборов, 6,5 пасов, почти 3 перехвата. Ну, то есть делает все это товарищ. К нему нужно внимательно присмотреться. Но сейчас в защите Пьере увидели, что сделал. Открыл правую сторону для Мирковича. И легкие очки для нашего балканца случились. 6-6, ничья, 3 минуты прошло с начала встречи. В Бибелори перевод наверх на Члоидзе. Сложный бросок через руку Ивана Мараша, промах. И быстро, быстро, для того, чтобы сорвать нашу атаку, Константина Никиенко в поле. Вообще, первый пол сегодняшней встречи для Никиенко, соответственно, тоже первый. У нас же первая замена. Пока вы смотрите повтор, мы обращаем внимание на то, что Алексей Ложкевич, наш капитан, на площадке. Александр Семенюк, принесший нам дебютные очки в этой встрече, ушел на скамейку. Спустя 3 минуты после начала игры. Миркович на Ложкевиче. Алексей свой бросок, в принципе, выполнял. Но, может быть, не до конца разогрет. Ну, вышел только со скамейки. Прома, к сожалению, защищаемся. Хенри. Тибелури. Члоидзе. Дальний бросок Члоидзе. Иракли попадает. В принципе, у него за 10 игр он более 5 раз выпускает из-за дуги. Почти 2 раза попадает. Чуть менее 40% у него. И для него это основной способ добычи очков. Его главное оружие. Кудрявцев средняя дистанция. Нет, не попадает Александр. Заслон-то хороший ему поставил Иван Марыш. И не провалился под кольцо, а отвалился в сторону дуги. Александр решил действовать. Сам не попал. В ответ, в ответ под кольцо Хенри проходит. Кудрявцев на нем болит. Пол непробивной. Смотрите еще раз. На развороте Александр зацепил за плечо соперника. Снова Члоидзе. С отклонением точно. 11,6 мы уступаем. Еще в ноябре, 29-го числа, последнюю игру в турнире провели наши гости. Проиграли дома в Эфу. Проиграли много. 69 на 99. Там Члоидзе также бросал много издали. Попал 2,7. Ну а наш Бранко Миркович тоже делает с удовольствием то, что может. То, что умеет. Дальняя атака. 9-11 уступаем. Бибелурия пробежку натопал, натопал. Иосиф Бибелурия, его дозаявили сюда в турнир только в 20-х числах ноября. Успел он за команду две встречи. Второе появление в стартовом составе, в принципе. И глядя передачу Миркович отдавал. Перехват едва не случился. Но от рук баскетболистов грузинской команды мяч покинул площадку. Мараш против Аникиенко. Вспоминаю еще раз. Рост молодого украинца 218 сантиметров. 23 года Константину Аникиенко в Будивельнике он проводил прошлый сезон. Говорил я о том, что еще один украинец был в составе, Александр Липовой, игрок в свое время из сборной Украины, привлекавшийся. Вот он ушел. Сейчас он баскетболист Венгерского Сольника. И еще один в пол. Иван Мараш нарушает правила на получении. А, работа руками не понравилась арбитрам. Потому что, в принципе, ногами-то и стоял, как скала черногорец. И не давал пространства Аникиенко. Шлаидзе. Один на дуге. Ну что ж такое-то. С завидным постоянством мы снайпера оставляем в убойной позиции. Сейчас пятый номер Витта не воспользовался этим. Потерял мяч Миркович. Хенри. Потеря уже американца. Потрясающее взаимодействие между Мирковичем, Марышем и Лашкевичем. Два очка от нашего капитана. Четыре минуты играть первой четверти. Мы сравниваем счет. 11-11. Смотрим еще раз повтор. Обманное движение. Одно. Пас из-за спины. Не два очка. Шлаидзе. Средняя дистанция мимо. Марыш на подборе. Лашкевич убегает. Абсолютно один. Забивает. В грузинской команде замена. Готовится Павел Эдмундович Гоги. Реагирует на происходящее на площадке. Снова мы защищаемся. Хенри. Засунул за Никиенко. Хенри в середину. Отпрыгивает. Бьет. И попадает. Лашкевич показывая руками. Не трогайте мяч. Сначала думал дать ему уйти за лицевую линию. Потом решил освершить. Я подбор. В ответной атаке. Марыш. Средняя дистанция. Через высоко поднятую руку Константина Ядихиенко мимо. Бибилури попадает. 13-13. Ничья. Бибилури. Полит Константина Ядихиенко на Иване Мараше. Это второй командный пол для грузинской команды. Замена у нас вместо Мараша Павел Ульянко на площадке. В грузинской команде вместо Бибилури выходит Ливан Шенгелия. И вместо Мираба Бакалишвили на площадке Давид Майсурадзе. Шенгелия 11-й. Майсурадзе 4-й номера. Шенгелия довольно распространенная фамилия в Грузии. Я перед встречей упал. Гоги поинтересовался. Какое имеет ли он отношение к нынешнему вице-президенту клуба. И легендарному в прошлом грузинском игроку Кахи Шенгелия. Нет, просто однофамилец. Павел Адмурдович поднял на меня брови удивленно. Нет, ты же знаешь, его сын в Испании играет. Да, так и есть сорники Шенгелия, проведших пару сезонов в NBA. Сейчас за испанскую Лоборалькучу выступает. Ну и соответственно за сборную Грузии. Помним мы его яркое выступление на чемпионате Европы. Ну так вот этот Шенгелия к тем двум более звездным отношениям не имеет. Байсурадзе с разворота сложно и точно упирается грузинская команда. 15-13 ведет. Две минуты до конца первой четверти у нас. Кудрявцев. Ульянов. Шенгелия Ардуни отдал мяч. Миркович. Хенри против того заслон. Шенгелия позволяет партнеру пройти низом. Но этим пользуется Бранко Миркович. Как только против снайпера, пускай здесь было метра в семь с половиной до кольца, как только против снайпера защищающийся игрок при заслоне идет низом, расплата следует вот такая вот. 16-15 наши впереди. Отбиваемся. Отбивается команда в защите. Пас вперед на Кудрявцева. Потеря случится? Нет, слава богу, не случается. Хотя были мы близки к провалу. Еще замена у грузинской команды. 13 номер Владислав Старателев. Россиянин впервые на площадке. Плюс Павел Гоги Мерапа Бакалишвили возвращает в игру. Владислав Старателев. Всего 19 лет. В ноябре месяце был... Еще играл за ВЭФ в начале месяца. Затем перешел в ВИТУ. И единственная встреча, которую он в Лиге ВТБ сыграл, была как раз 29 ноября против ВИТЫ. О, против ВЭФ. Любопытный такой момент. Вот в этом моменте попалил Аникиенко. Для него это третий, третий. Уже в холл Павел Гоги реагирует. Майзер Ревазашвили на площадке. Парню только 18. 19 ему в середине декабря. В середине этого месяца будет. Дастин Грей у нас получил мяч. Энтони Хиллиард. Легкая атака. Хиллиард не попадает. Ульянка на подборе. Сейчас заметно ниже стал состав грузинской команды. Пользоваться этим надо. Ну, в принципе, на площадке ни одного центробового сейчас нет. Что у нас, что у ВИТЫ. Шенгеля тяжелый форвард. Ревазашвили тоже форвард. В принципе, сейчас играют 4 грузина. И вот россиянин, который был в розыгрыше по Калишвили, поднимает двух больших. Скидка на входящего Шенгеля. Ну, Ливан мажет. Шенгеля учился еще в прошлом сезоне. Учился он в Джорджтауне, в Штатах. Но не в том самом знаменитом Джорджтауне, а немножко другой университет. В одной из минорных студенческих лиг США он выступал. Изотуки мажет Хиллиард Шенгеля на подборе. Ну и, в принципе, все в первой четверти. Все так вот неожиданно, быстро, с минимумом пауза прошла. Первая четверть, 16-15. Смоки впереди. Как обычно, UDC, United Dance Company, группа поддержки нашей команды, развлекаясь зрителей здесь, на Минск-арене. Спокойно по деловому Игорь Александрович расписывает, что нужно сделать нашим парням на площадке. Виталий Алюпича, затылок. Вы увидели, и, как я понимаю, начнет Виталий вторую четверть в нашей команде. А это Павел Азмундович Гогин. Человек, проповедовавший в свое время, что в Скау-Урале, что затем в Урал-Грейте пермском, куда он перешел в сезоне 97-98 годов. Быстрый баскетбол, быстрый, причем в такой степени быстрый, что можно было сравнивать со знаменитым ран-н-ганом Майка Дантони из нулевых годов, когда Дантони руководил Фениксан. Тогда, в конце 90-х, на атаку отводилось 30 секунд. Так вот, вспоминая Скау-Урал из Екатеринбурга, до 30 секунд владения мы никогда не доживали. Атака происходила на 12-й, 15-й, 18-й секундах. И если да, то да, то есть мы попадали, либо шли на подбор. Если нет, моментальный отказ в защиту, попытка отбиться, а дальше или перехват, или подбор, и снова молниеносный ответ. В таком ключе, еще раз повторюсь, Скау-Урал играл. Играл пермский Урал-Грейт. Кстати, в том сезоне Цветаева защищал наш Владимир Шарко. Вторая четверть у нас на площадке. Уже мы защищаемся. Как я и обещал, Виталий Людович на площадке против Владислава Старателева. Он действует. Ну а мяч, мяч доходит до Ливана Шенгеля, на котором на получении Иван Марыш. Полит второй пол для Вани. У грузинской команды вообще, кроме как у Аникиенко, полов больше нет. Напомним, украинский центровой с тремя замечаниями на скамейке. Бухалишвили. Долго владеет мячом Шенгеля. Проваливается этот самый мяч. Получает под кольцом. Казалось, завозился. Но, к сожалению, помог грузину Джастин Грей, спаливший на нем. Призывы аниматоров, видимо, находят свой отклик. Зрители шумят. Шенгеля мажет. Один из двух грузин реализовал. 16-16 счет. Ильярд. Но не дают ему сделать передачу. Армитор останавливает игру с виском. Он кому холл, холл четвертому номеру Давиду Моисурадзе в трехсекундной зоне. Он спалил. Мараш. Ульянка. Грей. Грей издали не бьет пас на входящего Мараша. Перехват. Что дальше? А дальше Ульянка ставит горшок для Давида Моисурадзе. Людович издали мажет. Мараш подбирает. Едва. Едва. Мяч из рук у него старателей не выбивает. Вернее, мяч-то выбивает. Едва не забирает. От рук россиянина мяч за лицевой. Наше владение. 13 секунд у нас на атаку будет. Людович. Грей. Заслон на Сульянка. Жастин и бьет опять пас на Павла. Павел в проходе на Мараша. В итоге ему мяч теряет. Старатели. Грузинский кромок уже. Заучен Ичлоидзе фалит, дабы не допустить быструю атаку в исполнении нашей команды. Ирак, Ичлоидзе, первый форум. У два командных в этой четверти. И у нас, и у Виты. Грей теряет мяч. Показалось, теряет мяч у Джатина из рук выскочил. Но Мараш, Мараш хорошо поработал. Поработал спиной, развернулся, бросил. Не попал. Показалось, продолжать. Калешвили долго таскает мяч. Вообще вот этот разыгрывающий. Долгое время в грузинской атаке проводит с мячом. В итоге Шенгеля бросает, не попадает. Филяр. Людович абсолютно один на дуге. Нужно Виталию забивать мимо. А на подбор изобразил вход трехсекундную зону Иван Мара, что в подборе не поучаствует, к сожалению. Шлоидзе этот может бросить. Размениваются наши большие. Мараш против Шлоидзе остается. И пойдет под кольцо. Будет ведь издали. Не, точно. У Шенгеля мяч. Ульянка выбивает. Грей. Полна Грея, Фалит Шенгеля и Ильич Лаидзе поднимают эту руку о пятом номере грузинской команды. Все верно. Восьмой номер. Мирам Покалишвили палил. Пире и Хенри возвращаются на площадку грузинской команды. Пире и Хенри поднимают грузинской команды. Ульянка. Доносит Павел Мяйц. Небыстрые шаги, но вот так грамотно, уверенно. И 18-16 смоки впереди. Шенгеля через Мароша не попадает. Киляр разгоняется. Лютович будет бить сверху. Бьет через Пире и Хенри. 20-16. Один из красивейших моментов пока в этой встрече. Смотрите еще раз. Развитие этой атаки. Ну, в принципе, все просто было. Для нас просто было. Для Виталия задача была. Основная – это облететь американского защитника грузинской команды. А вот после чужого броска мы подбором не овладеваем. Старатели. Средняя дистанция мимо. Средний возраст у Виты 23 года. Старатели в 19-23 года. Константин Одикиенко. Хенри 22. Ревазашвили, который появлялся на площадке в первой четверти. Ему вообще 18. Пока, я говорил, Марош еще два очка набирает. Плюс 6 у нас. Хенри. Вот и к нему Грей. С отклонением. Попадает Пьере. Знаете, все было предсказуемо. И разворачивался Хенри не быстро. Но дело в том, что выполнено. Все было классно. У нас все равно получается лучше. Как Марош абсолютно один под кольцом оказался. Не понимают ни игроки, ни Павел Гоги, который так задумчиво подпирал голову рукой. А затем так вот вынес кисть с таким снимым вопросом. Как такое может быть? Шесть минут до большого перерыва. Плюс 6 у нас. 2-4-18. Лют-Эч. Не попадает Виталий. Понес мяч с обратной стороны кольца. Хотя мне казалось, мог и проще завершить эту атаку. Было бы 2 плюс 1. В любом случае, для Члоидзе второй пол. И четыре командных пола увидели. Разочарованно выдыхает Минская арена. Мажет первый штрафной Виталий Людмич. 1 из 2. Плюс 7 у нашей команды. 25-18. Хенри ждет, кто выбросит мяч. Старателев идет, помогает. Помогает же Хенри и Леван Шенгеля. Который сам все делает. Пас на Майсурадзе. Тот далеко от кольца спиной начинает продавливать Павла Ульянко. Пас кольцом абсолютно один. Хенри. Хенри мяч не заносит. Что дальше? И второй раз мимо. Летоич. Быстрый ответ от нашей команды. 27-18. Летоич против Старателева. Тот сошадиванием атакует. Попадает. Попадает Владислав. Хиляр был один под кольцом. Дождался того самого Старателя. Вопросил не попал Ульянко. Очередной подбор нападений в перерыве. Будет у меня перед глазами статистика немножко цифр. Я вам расскажу, ну, для тех, кто в интернете имеет возможности онлайн следить именно вот за цифрами, которые вот тут набираются игроками. Кудрявцев меняет кого? Меняет Хилярда. Ну да, Энда не еще не отдыхал сегодня. А так всех остальных уже Игорь Гречев передернул. Уже снимал с игры, давая возможность перевести дух. Дрявцев, Грей. Заснул от Марша далеко пока. Ульянко. Мараш. Классный разворот. Тут все просто. Не подстраховывают друг друга в защите. Игроки грудинской команды. Поэтому Леван Шенгелия один против Мараша. Поэтому легкий разворот в лицевую. И легкие же два очка. 29-20. Наши впереди Хенри издали. Попадает Иериан. Привет, Хенри. Встреча. Полин Моисурадзе для него это второй фол. Фол уже пробивной, поскольку объявлялось о том, что четыре командных убиты уже есть. Джастин Грей на линии, именно он будет пробивать штрафные броски. Целую серию домашних игр нашу команду ожидает в декабре месяце. Сегодняшняя игра против ВИТ и затем 10-го. В четверг мы встречаемся с Красноярским Енисеем. Наверное, с командой, с которой чаще всего за последние сезоны мы и виделись. И 20-го декабря здесь мы принимаем Химки. Вот это то, что у нас будет на Минске арене до нового года. Виталий Лютович еще два очка набирает. Плюс 10 у нас. 33-23. Вместе с тем несколько выездных игр. 13-го декабря в Москве против ЦСКА. Наши будут сражаться. 16-го декабря в рамках второго группового этапа Кубка Фиба Европы в итальянском Борезе. Игра. И перед Новым годом, 26-го декабря, в Краснодаре с местным локомотивом. Сложно играть. Много игр нашим еще предстоит провести. Но, в принципе, сейчас такое время, когда нужно только играть и играть. Павел Гоги отчаянно руководит своими парнями. Но, как я уже говорил во второй четверти, все, что палится на наших парнях, уже все пробивается. Поэтому Лютович на линии штрафных не попадает. Он первый. Говорил я о Павле Гоге, говорил о его стримистой карьере в 90-х годах. Но были у него еще и в нулевых годах определенные достижения. В сезоне 2001-2002 года был тренером Батуми. Грузинского команда создавалась под участие в Северной Лиге. В Северной Лиге, которую в свое время создавал Таруна Спарчелениц. В которой участвовал и Гродно 93-наж. Которая затем вошла, как была одним из подразделений ФИБО Европы. Так вот, Павел Гоги был тренером той команды. А в сезонах 2003-2004 годов был одним из ассистентов главного тренера. Нигде-нибудь, а в московском ЦСКА. Так что вот нынешнее появление российского специалиста у руля грузинской команды. Для него нынешнее появление в грузинском баскетболе отнюдь не первое. Иван Мараш. Мараш второй штрафной мажет. Плюс 9 у нас, 2.45 до большого перерыва. Хенри начинает атаку Виты. Разгоняет всех по углам американец. Будет сам. И палит. Палит на нем Джастин Грей. Разводит руки в стороны. Для нас третий командный. Второй фулл для Джастина. Замена у Виты. Возвращается Константин Аникиенко вместо Давида Моисурадзе на площадку. Номер 2. Говорил я о том, что в конце ноября Вита принимала до Маришский Уэф. Уступила 30 очков. Но для Аникиенко это была лучшая игра в турнире. 22 очка. 10 из 13 с игры. 8 подборов. Было все неплохо. Сейчас против нас, слава богу, этого не получается. Мараш в отрыве забивает. Плюс 11 у Цмоков. И совсем скоро 2 минуты до большого перерыва у нас будет. Еще один фулл полного упреждения Павел Ульянко. На этот раз нарушает правила. Для него первое замечание. Все 4 командных и у нас. Шлоидзе. Против него Мараш. Шлоидзе естественно не будет никуда идти. Даже пересекать трехочковую линию. А лучше пробьет издали. Бьет и попадает. Как я могу ошибаться. Но по-моему третий дальний точный бросок для Ираклия Шлоидзе. В ответ Грейн пытается ответить тем же. А не получается. 8 очков наше преимущество. Кенри теперь издали. И еще раз точно. Всего плюс 5 у нас остается. Напоминаю только что буквально 15 секунд назад вывели 11 очков. Мараш. Людыч. Людыч, который играет всю вторую четверть. Без замены. Кудряв не бьет сам. Двух очковый мяч пытается донести до кольца. Нет. Полит Шингеля. Две Шингеля. Второй пол. Смотрите, как мило смотрится. Такой крепкий сбитый Леван Шингеля. В нем 204. И рядом Константина Никиенко. Высокий точщик. В нем 218. Мараш. И штрафный первый попадает. Два из двух. 40 на 33. Медленно. Медленно очень переводит мяч Пьерри. Пьерри и Хенри на нашу половину площадки. Даем мы возможность Хенри бросать свободно. Средние броски. Здесь вопрос прежде всего Греев. Который, как мне кажется, все-таки против своего соотечественника не дорабатывает. Ульянка. Павел Издалей. Трехочковый мяч от нашего ветерана. 43-35. Есть время. Будет время у нас еще на последнюю атаку. Отбиться бы сейчас от наскоков грузинской команды. Хенри. За 100 над Шингеля. Будет им Хенри пользоваться? Да. Леван по Шингеля проваливается. Хенри никого не видит. Вот сейчас пас на Члоинце. Перехват Ульянка. Лютович побежит забивать. Да, бежит. Колотит сверху. 45-35. Но порядка 10 секунд мы оставляем на ответ грузинской команде. Хенри, боюсь, ни с кем мячом не поделится. Грей фалит. Зачем, не совсем понятно. Третий пол для Джастина. Два штрафных. Ровно 5 секунд до конца первой половины встречи. Тайм-аут. Тайм-аут игры игры еще вперед. Вообще первый тайм-аут сегодняшней встречи. До того правом что-то в ходе игры объяснить своей команде ни тот, ни другой тренер не пользовались. На это чуть-чуть безумиление смотреть невозможно. Наш тьм-аут действительно лучший талисман во всей лиге. Интересный тайм-аут в исполнении грузинской команды. Игроки постояли, отдохнули. Павел Эдмундович где-то так в сторонке, так абстрагировался от коллектива где-то там в себе. Ну а наши разрисовывали последнее нападение в этой четверти. Нападение, которое случится, если второй штрафной реализует Пьерри и Кенри, тогда выносится лицевой будет. Если нет, то борьба за отскок. И там вопрос, сколько времени останется у коллективов на продолжение борьбы, на вразумительные действия. Давайте скажем так. Мажет первый штрафной Хенри. Ноль из двух. Сражаемся мы за подбор. Хенри успевает выбросить. Успевает на нем Хилиард свалить. 2,4 секунды у кого у нас. Если подберем этот мяч, на ответ будет. Но беда в том, что сейчас, за подбор поборовшись, мы мяч на своем щите не забрали. Убирает Павел Гоги Константина Анихиенко, выступая побороться за отскок Давида Майсурацем. Хенри первый попадает. На этот раз два из двух. Две с половиной секунды у нас на решение задачи по доставке мяча в противоположное кольцо Кудрявцев. Издали бросает практически с центр площадки. Не попадает. Что ж, первые 20 минут завершены. 45-37 преимущество нашей команды. Преимущество восьмиочковое. Но, как обычно, хочется большего. И верится в то, что наша бригада, наша команда может прибавить. Отдохнем десяток минут. И после чего вернемся сюда, на Минск-арену. Возвращаемся мы на Минск-арену, где через три с половиной минуты возобновится противостояние нашего чемпиона команды «Смоки Минск» и грузинской команды «Вита» из Тбилиси. Видим мы на экранах, да, грузинские болельщики тоже здесь. Здесь вспоминается сразу история, рассказанная ассистентом нашего тренера Ростиславом Вергуном, когда вчера грузинские представители подходили с простым человеческим вопросом. А можно нам 10-15 билетов на игру? И на уточняющий вопрос, а сколько вам, 10 или 15? Был точно такой же ответ. Ну так, 10-15, да. В 45-37 «Смоки Минск» после 20 минут игры выигрывают у «Виты». Самая результативная в нашей команде Иван Мараш и Виталий Лютович по 11 очков у них. Причем Виталик набрал все свои, вот все у него эти накопления за вторую четверть, с которой он практически без замен и отыграл. 4-4 у него со средней дистанции. У Ивана Мараш и 4 подбора, кроме 11 очков. 10 очков у Бранко Мирковича. Бранко из-за дуги неплохо бил, 3 бросил, 2 попал. Всего 3 потери на всех у нашей команды, зато 12 голевых передач. По 3 пассу у Энтони Хиллярда и Александра Кудрябцева. Что касается дружины Павла Гоги, который сейчас на ваших экранах, то в ней безоговорочный лидер Пьерия Хенри. На его счету 12 очков, 5 подборов, 4 передачи. Но, в общем-то, универсализм, который присущ разыгрывающему американскому. Я о нем вам уже говорил по ходу первой половины этой встречи. 8 очков на счету Ираклия Члаидзе. Говорил я, 3 дальних попадания на его счету нет. Один раз он заступал, поэтому 2 из 4 у него. 6 очков на счету Константина Никиенко. Гаррид Штуц. Гаррид Штуц на ваших экранах. Пока вне игры вместо него стартует в этих встречах Александр Семенюк. Саша 3 минуты в этой игре провел на площадке. Затем по каким-то причинам, я уже не знаю, по каким, но Игоря Александровича Гречука игра Семенюка не устроила. Остальное время он провел на скамейке и приписывал ему первые 2 очка в сегодняшней встрече. Нет, там в той ситуации мяча он не касался. И, по-моему, на Энтони Хиллиарда тот мяч засчитали. И засчитали справедливо. 45 секунд до начала второй половины. Наши посекуньку уже выходят на площадку. Миркович Кудрявцев, Ложкевич Мараш, Хиллиард наша пятерка. Что касается грузин, то подождем Павел Гоги, пока не торопится с выбором. Почему такая интересная фамилия у российского специалиста? Он из поволжских немцев. И, знаете, при первом знакомстве, да, Павел Эдмундович называет свою фамилию, сразу возникает вопрос, как и переспрашивает. Ну, впоследствии, как бы зная, откуда именно вот, откуда такая фамилия, интересно было наблюдать за реакцией других людей, когда, допустим, при знакомстве Павел Эдмундович протягивает свою визитную карточку, где его фамилия написана в английской транскрипции. И очень интересно было наблюдать за людьми, которые пытались прочитать ее. Игра возобновилась. Энтони Хиллер спиной затолкал Мираба Бакалишвили. И первые очки нашей команде в сегодняшней встрече принес. 47-37, плюс 10 у нас. Хенри. Миссурадзе. Шенгелия. Против Кудрявцева почему-то Ливан Шенгелия оказывается. Естественно, здесь габариты берут свое. Марат. Миркович заслон от Лашкевича. Алексей через паузу проваливается. Бранко бьет и издали не попадает. Фол Мирковича. Фол на Хенри для Бранко. Это первый фол всего. Жалко, что он свалил в той ситуации, когда можно было спокойно защищаться. Там где-то в 7 метрах от кольца, этому самому кольцу, Хенри никак не угрожал. Бранко разводит руки в сторону, показывая арбитру, что он американца не трогает, тот сам провоцирует. Дальняя атака, торопливая дальняя атака Мираба Бакалишвили. Теряем, к сожалению, мяч при переходе. Старателев забегает. Но Кудрявцев перехватывает, не отчитая этот маневр от грузинского разыгрывающего. Ихилляр получает блок от Давида Майсурадзе. Старателев по лицевой линии пробегает. Причем, знаете, бывает ситуация, когда игрок случайно наступает, там какая-то часть его обуви находится на линии. Здесь же, посмотрите, как по проспекту, что ли, пробежался. Уже сзади, за площадкой баскетболист. Марашин. Ложкевич. Свой бросок Алексей мажет. Сегодня после первой половины Ложкевич, 7 минут отыгравший 4 очка, имел оба этих попадания после провалов, когда Алексей абсолютно один оказывался под кольцом соперника. Там быстрый отрыв один был. И один раз здорово наши сыграли. Не вылавливает наш капитан передачу. Кудрявцев полит. Бросят грузины броскового в пола. Для Александра Кудрявцева нет. Брасывание будет сбоку. Константин Никиенко возвращается на площадку. Убиты. Мажет, мажет старатели. Впрочем, у арбитра он в пол. Который якобы был на нем. Но игра продолжается. Миркович мячом. Бранко. Перемудрили балканцы. Вот в этой игре между собой. Казалось, Бранко сам мог завершать. Тем более, что... Видели, как машет головой? Недовольно машет головой Игорь Грещук. Посмотрите, Мараш уже ушел за плоскость щита. Видите, где он оказался. И нам повезло, что Хенри спалил. Попадает. Попадает первый штрафной Иланд. Два из двух. Всего 6-5. За него с линии в этой встрече. И в принципе 13 очков. У Вани самый результативный. Старателев. Ненужный фолл для Шенгеля. Такой нервничает. Очень нервничает Ливан. Сейчас он пойдет меняться? Или все-таки нет? Нет. Члоидзе, значит, будет менять заднего игрока. Да, вместо Владислава Старателева Геракли Члоидзе в игру возвращается. Кудрявцев. Мараш. Средняя дистанция. Иван не попадает. Хенри очередной подбор для себя делает. Сам идет. Дальше пас на Члоидзе. Плотный с ним Кудрявцев. Уже играет Миркович против Хенри. Хенри как перепрыгивает. Как перевисел в воздухе сейчас американец в противодействии с нашим большим. Это был Иван Мараш. Геракли. Миркович. Бранко с 8 метров бьет. Не попадает. Мараш сражается за подбор, что пол Мирковича фиксирует арбитр. И для Бранко это второй пункт. Мира Бакалишвили. Проваливается под кольцо Никиенко. Хенри с мячом. Еще один засуну от него. Теперь Шенгелия внизу. Никиенко вверху. Члоидзе этот пробьет сейчас. Если с ним не играть. Отделает шаг назад. Бьет не попадая. Хиллер. Очень быстро наши двигались. Нападение. К сожалению, на Хиллерде успевает спалить Мирап Бакалишвили. Вашкевич. А так 4 минуты уже прошло сначала. Третья четверть и 4-4. Жесть счет. Этой самой четверти. Для Хенри второй пол. На линию штрафных А5 Иван Марашак отправится. Берегите второй пол. На команде Лимита 4 команды Палов. И за 4 минуты грузинская команда Лимит Палов выбирает. Иван Марашак. Два из двух снова плюс 10. Замена у нас. Пудрявцев уступает свое место на площадке Виталию Люфичу. Вспоминаю еще раз. Виталик здорово вошел в игру во второй четверть. Ждем от него продолжения. Хенри. Размен произошел. Мараш против Хенри. Дальше Члоидзе. Шенгелия против него. Просил о помощи. Миркович помощь не потребовалась. Натопал Шенгелия в этом случае. Пробежку совершил. Лашкевич через грузинского Большого. Теперь все аккуратно. Все нормально. Плюс 12. Тут Смоков. Это максимальное преимущество в сегодняшней встрече. Заслон Никиенко для Хенри. Попадает украинец. Перевод мяча Люфич под кольцо. Забивает Виталия. Здорово. Как стоячий вон Хенри проходит. Я так подозреваю, что американец. Памятуя о том, как он быстро два фола получил. Пока решил поберечься. Поэтому в защите не доработал. Залез под блок от Мараша. И спалил. Вот он третий пол на Мирковича. Три фола Хенри. Все полученные в третьей четверти. Павел Гоги реагирует. Возвращает на площадку. Майсурадзе вместо Никиенко. И Старателева вместо Хенри. О том, что грузины выбрали четыре командных, мы уже говорили. А значит, на линии штрафных Бранко Миркович попадает. 56-41. Плюс 15 уже у нас. И плюс 16. Гульянка у нас на площадке. Слышите вы голос судьи информатора. Защищаемся мы. Бакалишвили в конце концов сам бросает, не попадает. Майсурадзе. 43% с игры было после двух четвертей у грузинской команды. Сейчас этот процент снизился. Упал ниже 40. Майсурадзе. У нас где-то в районе 45-46 держится. Майсурадзе. Блестящий пас от Ильярда Иван в простой ситуации не попадает. Майсурадзе. Шенгелия в лицевую. И попадает Ливан Ульянка, который вроде бы и не смог нормально защититься, но получилось подобрать мяч. В ответ Лютыч убегает, получив передачу от Мараша. Забивает 15 очков на счету Лютыча. Плюс 18 за нашей команду. Разворота Шенгелия мимо. Хиллиард. Ну, это игра Хиллиарда. Взять мяч, протащить через всю площадку. Если не сверху, то где-то вот возле этого аккуратно мяч положить в кольцо. Пожалуйста. Плюс 20. Очень быстро случается это. Всего 4 очка набрали баскетболисты грузинской команды в третьей четверти. Старатели. Шенгелия. Но сейчас Шенгелия будет пробивать штрафные. У нас у Ульянка второй фол. В нашей команде пока Евгений Белинков только не вступал в игру. У Виты Лука Георгадзе еще не играл. Шенгелия попадает. Шенгелия. Ну и второй штрафной исполнение Шенгелия не дали, поскольку обнаружил у него арбитр кровь, наверное, на предплечье. Действовал, естественно, согласно букве правил, но здесь либо до штрафных должен увидеть и отправить человека, либо дать ему штрафные пробить и потом останови игру, покажи, что кровь на нем и замени. А так, такое половинчатый решение. Один штрафной твой, один штрафной. Аникиенко, который вышел на замену, вышел сразу со скамейки, бить не попал. И теперь грузины защищаются. Илья Арты издалии с сиреной об окончании времени владения. Плюс 22 аутсмоков. 64-42. Бокалишвили, Члаидзе. Сложный проход. Ираклий попадает. Члаидзе здесь очков набирает. И говорил, что единственный, у кого больше десяти в этой встрече в грузинской команде, это Бирия Хенри. Но от карьеры Ираклий Члаидзе добирается до двузначных цифров. В ответ Энтони Хиллер. У нас Мараш сражается за подбор. До мяча не добирается. Две минуты играть в третьей четверти. И за ресторателя попадает. 64-47. Миркович на Мараша. Второй подобный бросок Иван не реализует. И Полит Миркович. Третий пол. Ну, кстати, как и Хенри Миркович, быстренько три пола в третьей четверти получил. До того у обоих разыгрывающих по нулю было. Уходит Бранко. Вместо него Джастин Грей на площадке. Спасибо. Старатель из два штрафных реализует 15, плюс у нас полторы минуты играть. Ложкевич. Грей. Средний бросок от Джастина мимо. На подборе никого. Оба наших больших высоко по отношению к кольцу располагались. Ираклич Лаидзе. Засунуто Никиенко. Янко. Выбивает. Все-таки выбивает мяч при попытке передачи на Большого. Хилиард сам потащит до кольца. Забивает. И Антони 66-49. И защищаемся мы. Плюс 17. Никиенко. Еще один промах украинского центрового. После нашей атаки время на ответ у Виты еще останется. Грей. Ульянко. Нихилиард. Нет. Пас на Лютыча. И Лютыч показывает мяча. Он не трогал. Кто-то из игроков грузинской команды этого самого мяча касался. Но арбитры принимают в сторону подопечных Павла Гоги и Вита с мячом. Но. Три секунды разницы между временем владения и окончанием третьей четверти. Долго по колешниле стучит. Навес на кольцо мимо. Ложкевич. Грей. Успеет мяч до кольца дотащить. И атакует вместе с сиреной. Попадает. Попадает Джастин Грей. Делая все просто изумительно. Что 68 на 49. Цифры третьей четверти. Четверти, которую наши выиграли 23-12. Смотрите еще раз, как развивались события в этой атаке. Посмотрел Чилаидзу. Не стал трогать. Сопроводил старателей. Вот сирена звучит. Загорается красная рамка. А и мяч в кольце. Продолжение следует. Говорил я уже о расписании наших игр в декабре. Наверное, стоит напомнить и о том, что Вита следующий свой матч 13 декабря дома против чешского Нимбурга проводит. Честно говоря, вот с такой игрой с тем, что показывают в том числе и сегодня баскетболисты грудинской команды сложно им будет против чешского чемпиона. Но в любом случае опыт неоценимый. И у Павла Гогина далеко идущие планы. Говорил он о том, что дееспособная команда, команда, которая сможет одерживать победы в лиге, будет здесь и в этом сезоне, но в следующем обязательно. Большой кредит доверия к нему у руководства клуба, о Кахи Шенгеле, вице-президенте я уже говорил. Президент Тимури Датикашвили, Георгий Маркаешвили, еще один вице-президент и последние люди в грузинском баскетболе. В принципе, грузинский баскетбол сейчас на таком своеобразном подъеме находится. Вспоминаем мы национальную сборную, которая еще несколько лет назад с нашей командой в дивизионе «Б» сражалась, когда было деление на эти дивизионы. Ну а на последнем чемпионате Европы вышла эта команда в 1-8 финала, где в равной, в драматичной борьбе уступила будущим серебряным призером команде Литвы и то поколение игроков, которые сейчас там играют, очень неплохой, и Виктор Саникидзе, и Торники Шенгеле, о котором я уже говорил, и Манучар Маркаешвили, и Заза Пачули, который сейчас в Далласе после перехода из Милуоки. Вот он хорошие очень цифры имеет, хорошую статистику, хорошую прессу и хорошее взаимодействие с легендой команды, с Дирком Новицкой и с Дэроном Уиллинсом. Так что, в принципе, грузины, грузины неплохи сейчас, и вот их представитель в единой лиге ВТБ, я не сомневаюсь, имеет право на большее, нежели быть явным аутсайдером. Плюс 21 у нас, сфалили в быстрой атаке на Джастине Грея, арбитр показал неспортивный фолл, а значит Грея пробьет два штрафных, и мяч еще останется у нас. По три фола у грузинской команды имеют сразу пять человек, Ираклий Шлаидзе, Мираб Бакалишвили, Ливан Шенгелия, Фиерия Кенри и Константина Дикиенко. У нас же Джастин Грей с линии попадает первый. Два из двух реализует Америкаев, плюс 23, плюс 23 для нашей команды. Хороший старт, четвертая четверть и 4-0 за минуту мы имеем. Грей засполнен от Лашкевича в середину, кохот скидка на Лашкевича, тот не бьет по Сульянкой, Паша из-за дуги мимо. Наверное, первый быстрый отрыв в исполнении грузинской команды, Ираклий Шлаидзе отмечается. Грей, издали Джастин мажет и дает возможность Бакалишвили мячу уйти за боковую линию. 8-29 играет четвертая четверть и плюс 21. У нашей команды Баран Камиркович поддерживает своих, но это задумчивый Павел Гоги. Члаидзе. Пол раньше, Члаидзе хватается за голову, как же так, я бросал. На самом деле, пол был на ведении, Люточ наказан замечанием. Лучший вариант для нас. Проиграл позицию Виталий при проходе Члаидзе, поэтому в спину его подтолкнул немножко. Снова дуэль. Члаидзе-Лютыч, Ираклий за дуги мимо. Джастин Грей подбор. Убегает наши. Пас был на Хиллиарда. Ложкевич не видел и не слышал. Ульянка болит на старателеве. Для Павла третий пол, второй командный у нас. Но играть 8 минут. И Ульянка улыбается. Жаль, там динамичный момент мог очень красивый получиться, когда вылетал на кольцо Энтони Хиллиард. Ложкевичу никто не подсказал, что нулевой номер нашей команды готов колотить сверху. Старатели. Против Члаидзе играет. Вот мяча работает Лютыч. А не Киенко его, но таки можно было бы оставить. Вернулись наши к своим игрокам. Снова Члаидзе уходит от Лютыча. На этот раз попадает. К Виталию есть претензии по игре к защите. И видели вы там на дальнем плане. Игорь Гречук разводил руки в стороны. Задаваясь вопросом, что же случилось. Возвет Лютыч царит в атаке. Но претензии по защите-то остаются. Уроженцы Березы. Средняя атака от Константина Аникиенко. Теряют наш мяч в наступлении. Снова защита против Члаидзе. Сейчас Ульянка и Полит Павел. Полит. Отмечаем мы грузинского защитника в очередной раз. Такой неугомонный он. Этокий моторчик. Тем более, что Хенри на площадке сейчас нет. Хенри там последний из игроков. Из запасных игроков грузинской команды. И сидит так печально, наблюдая за происходящим. 18 очков преимущества нашей команды. Ровно 7 минут играть в четвертой четверти. Плюс 17. Члаидзе точил в дух своих штрафных. Мы начинаем свою атаку. Ульянка на дуге. Грей навернул круг. Такой хороший кружок. Но мяч от Ульянка не получил. За счет забегания Грея Павел остался один на один со своим игроком. И тот не был готов к проходу нашего ветерана. А Никиенко, простите, Старателев издали бьет, попадает. Второй дальний точный от Владислава Старателева во второй половине встречи. В ответ Грей. Грей мимо. Снова Члаидзе средняя дистанция мимо подбор. Подбор мы упускаем. Старателев не попадает. А вот Константин Аникиенко в одном прыжке забивает. В ответ очень быстро через всю поляну протаскивает мяч Антони Хиллер. Два плюс один. Кто на нем спалил? А на нем спалил, получив четвертый фолмера Бакалишвили. Миркович вместо Грея Мараш вместо Лошкирича у нас на площадке. Три очка в одной атаке не получается у Хиллерда. 78-62, плюс 16, 6 минут играть до конца четвертой четверти. Шенгеля продавливает на этот раз Мараша, слишком открыл ему правую сторону Черногорец. Хиллерд промахивается Антони, Иван Мараш подбирает. Но и не попадает. Еще раз издали старателев. За подбором как-то так... Показалось, что мяч второй раз о землю стукнется. А паркет, прежде чем его... Кто подберет кто-то из наших. Все просто для Лютачи сейчас. Очень уж открывают проход в середину нам гости. И Лютачи этим пользуются. Пять минут до конца четвертой четверти. Шенгеля. И потерял Ливан мяч. Есть возможность у нас убежать в быструю атаку. Пока три на три. Пас на Мараша. Иван в одно касание переводит мяч. В одном прыжке переводит мяч в кольцо. 82 на 64. Плюс 18. Еще раз мы отбиваемся. В борьбу за отскок мы проиграли. Но за боковую линию мяч упускает Владислав Старателев. Ну вот и первое появление Луки Георгадзе на площадке. Седьмой номер у него на майке. Плюс Майзер Ревазашвили. Мне кажется появление двух этих молодых парней. Это такой белый флаг, который выбрасывает Павел Гоги. У нас на площадке Евгений Беленков. Именно на него отдавал сейчас передачу Бранко Миркович. Но перехитрил сам себя. Я не о Жене, я о Бранко. Потому что изначально Серп показывал, что будет бросать. И Женя уже привычно рванулся на подбор. Миркович работает против Бакалишвили. Работает неплохо, а тот мажет. Подбор мы проигрываем Шенгеле. Шенгеле очередной раз на нашем щите снимает мяч. Полит Ульянка. Это пятый холл для Павла. Как-то быстро он во второй половине отпалился. Ложкевич возвращается на площадку. Вообще интересно, что из Семенюкова. Претензии по игре. Либо есть проблемы со здоровьем. Но в любом случае, видимо, не Александр выходит на площадку. А возвращается Алексей. Семенгеле один из двух попадает. Плюс 17 у нас. И чуть больше четырех минут до конца четвертой четверти. Ложкевич. Остается пожать плечами и улыбнуться. Алексей так делает уже лет 25, наверное. Все одно и то же. Восемь ударов под кольцом. Находится щелочка. Пролазит туда наш капитан. И легкие, ну, относительно легкие два очка. В защите, в защите полит опять Ложкевич. Здесь он тоже отличается. Второй фол для него на линии штрафных. Ливан Шенгелия. Два из двух реализует грузин. Уходит он отдыхать. Возвращается Константин Аникиенко на площадку. Забегание от Людича не пользуется этим забеганием. Бран Камиркович, Ложкевич, пас на Мараша, на Мараши в пол. Девятый номер Майзер Ревозашвили отличается. Майзер Ревозашвили отличается. Миркович, смотрите, сколько возможностей для атаки дает Владислав Старателев Миркович. Беленков мог пробить, кстати. Вот такая атака от Евгения. Здорово. Удар, напрыжка, напрыгивание и с отскоком от счета. Первые же не на очки в сегодняшней встрече. И работает он в защите сейчас против Мираба Бакалишвили. Старателев издалее не попадает. Подгор на подгор не успевает Ложкевич. Старателев скидка на Ревозашвили. На том пол все-таки палит Мара. Третий пол у Ивана. Ревозашвили будет бить штрафные. Две минуты сорок семь секунд играть четвертой четверти. Плюс девятнадцать у нас. Два из двух Ревозашвили реализует. Для него это тоже первые очки в сегодняшней встрече. Итак, две сорок пять. Плюс семнадцать. Наш мяч. Мараш. Лютыч второй раз забегание делает. Одну и ту же комбинацию наши парни используют. Но для него второй раз мяч не доходит. Другое развитие атаки предлагают. Наш капитан бросал. Не попал. Ревозашвили долго таскает мяч Старателев. Со средней дистанции мимо подбор. Лютыч три в один. Мы убегаем. Лютыч сам пойдет забивать. Не всякого сомнения. Тем более уступает в физических данных Владислав Старателев. Виталию Лютычу. И по нападению еще российский легионер получает. Плюс девятнадцать. И не двух минут играть. Выигрышная ситуация по всем показателям. Тайм-аут берет. Берет Игорь Грещук. Еще раз напоминаю. Следующая игра для нашей команды уже в четверг, 10 декабря. Здесь 19.00 против Красноярского Енисея. Во-первых, приглашаем вас на Минск-Арену поддержать нашу команду. Команду, которая сегодня первую домашнюю победу в розыгрыше Лиги ВТБ в нынешнем сезоне одерживает. Ваша помощь, ваша поддержка очень нужны смогам. Ну а во-вторых, кто не сможет по каким-либо причинам посетить Минск-Арену, в нашем эфире на телеканале Беларусь-5 вы обязательно увидите всех старых знакомых и наших любимцев, и игроков из Красноярска в том числе. Грузинская команда продлевает свою безвыигрышную серию, продлевает до 11 встреч. Явный аутсайдер. Второе место с конца занимает Астана, но они всего 7 матчей провели, 2 победы, 5 поражений. У нас же в 9 играх 5 побед, где-то в районе зоны плей-офф мы балансируем, там 8 и 9 место. Над нами 5 побед, 4 поражения имеют Автодор и Нижний, вот до этой игры имели. То есть мы сейчас сравниваем все с ними. Люточ более 20 очков в сегодняшней встрече набирает лидеру нашей команды по этому показателю. Бокалишвили. Бибелури долгое время на скамейке провел, сейчас вышел он на концовку, не попал. Беленков, Ложкевич. Двух очковый мяч попадает Алексей. 92,69 плюс 23,70 секунд играть. Хорошее настроение у наших парней, хорошее настроение у зрителей здесь на Минской арене. Все получается, все здорово. Наши не дали усомиться о том, что выше они классом, нежели грузинская команда. Приятно и то, что у нас процент соотношения побед и поражений в Лиге ВТБ снова поднялся за 50. Беленков издали. Мимо. Старатели. Против Ложкевича проходит, попадает. 92 на 74, плюс 18 у нас. Крещук говорит, показывает растопыренную пятерню, предлагая пятую комбинацию сыграть нашей команде. Мараш. Ложкевич против Бибелури. Пас на Мараша. Потеря. Еще попробуют. Попробуют два очка набрать грузины, но Лука Георгазе теряет мяч при переходе. Пас на Мараша. Тот колотит сверху. И вопрос заключительный, или это очки набранные в сегодняшней встрече, или попробуют старатели что-либо еще набрать. Честно говоря, даже не знаю. Перехват еще один случается. Туда, вот туда, в район Чужого кольца отправляет мяч Бранко Миркович. И под сирену мы констатируем победа команды «Смоки Минск». 94-74. Команда уверенная, победа уверенная. Ни разу в течение всей этой встречи наши не дали усомниться в своем превосходстве. И, знаете, вот ощущение вот такого запаса, который был у нашей команды, запаса, и мысль о том, что могли мы еще и прибавить, она не дает мне покоя. То есть, действительно, есть у нас еще такая вот, что ли, возможность прибавить. И если бы хотели, выиграли бы и 30, и 40. Так что оптимизм на данный момент, вот по итогам этой встречи, оптимизм, он присутствует, и это здорово. Пятая победа одержана в девяти встречах. Еще раз повторюсь, вместе с Автодором и Нижним Новгородом мы находимся где-то вот на границе зоны плей-офф, там в районе восьмого места. Что касается грудинской команды, 0 побед, 11 поражений, железное 16 место и, ну, пока, по крайней мере, в этом сезоне команда грудинская аутсайдер. Передаю слово Александру Свечковскому, который готов взять интервью уже практически с места событий. В принципе, для ГИБТВ каждая победа важна, поэтому ребята понимают, не досчитаться таких очков может быть очень-очень печально в конце сезона. Поэтому такие команды нужно обыгрывать, особенно дома. В плане психологии, не знаю. Начало показало, что если будем играть спустя рукава, то игра будет очень трудной. Грузины немножко замедляли темп игры, поэтому надо было найти в себе ресурс, играть быстрее, играть в более агрессивной защите. В принципе, справились, создали кандикап и выиграли игру. А было ли посмотрим то, что после первой четверти лидер гостей Никейника три пола же имел? Я думаю, нет. Это не основной фактор, повлиявший на исход поединка. Ребята просто начали играть более интенсивно и короткая скамейка соперника не позволила им поддерживать такой темп. Разыгрались и довели дело до конца. Можно назвать такую победу победу на классе? Пусть будет так. У нас в этом году, считаю, команда довольно хорошего, крепкого, европейского уровня. И, в принципе, можем сказать, что соперник уровня Виты уже должен обыгрываться на классе. Поэтому ребята довели дело до конца. А сегодня вопрос. Скажите, что нужно сделать, чтобы Виталий Лидович каждый раз играл? Привозить Виту, наверное, каждый вечер к нам в Минск. Виталик добавляет. И когда соперник позволяет ему играть в открытый баскетбол, он чувствует себя более уверенно, скажем так, в открытом пространстве, в быстром баскетболе. И поэтому сегодня был соперник, который позволил ему делать то, что он любит. Будем надеяться, что его игра будет развиваться. И, скажем так, он не будет теряться на фоне более сильного соперника и будет показывать такой же уровень игры. Спасибо большое. С победой еще раз. Расслав Иргун, тренер БК от Смоки Минск. Благодарим Александра Цвичковского. И, я думаю, можно закругляться. Меня зовут Алексей Пынтиков. Вас всех с победой. И обязательно приходите на баскетбол и болейте за Цмоки. На сегодня все. До свидания.